Изначально меня арестовали в Украине по большому счету за вопрос свободы слова. Я говорил то, что им не понравилось. Сейчас что? СБУ полностью коррумпирована, система судов еще больше пропитана коррупцией, и они повернут мой кейс так, что отправят меня в трудовую колонию скоро, и я точно там умру. Когда он записывает это видео, его отпустили временно под залог, и через два дня ему нужно было явиться в суд, чтобы услышать приговор. В общем, я решил воспользоваться шансом небольшим, пока есть возможность и пересечь границу с Венгрией, убежать. Сейчас я нахожусь в пяти километрах от границы с Венгрией. За последние два дня я проехал очень много на своем мопеде, очень долго ехал, очень сильно устал. Мой план это пересечь границу с Венгрией, попасть в Венгрию и уже в Венгрии попросить политического убежища. Народ, об этой новости не будет рассказывать ни один украинский канал, они просто не захотят этого делать, хотя они знают прекрасно об этом. Ни один украинский блогер не будет это освещать, им гораздо интереснее искать что-то такое в России, лазить тут по всем городам, по всем пабликам, искать какая тут труба, прохудилась, что тут с отоплением, для них это очень важно. А то, что американский журналист, американский блогер, он такой независимый, независимый мини-журналист, американский гражданин, у него американское гражданство, у него двойное гражданство Чили и Америка Гонзала Лира, умер в украинской тюрьме, не так давно, вот буквально пару дней назад. Украинская пресса молчит, а ничего, а ничего. Вы представляете, если бы это такое было в России? Вот представляете, если бы что-то такое подобное даже случилось в России? Американцы говорили бы об этом напропалую, а что было бы с украинскими СМИ? Ой, об этом было бы пять выпусков в день, потому что здесь, естественно, мордор, диктат, полная диктатура, ничего нельзя, говорить ничего нельзя, а там демократия, они такие все свободные. Но как так получилось, что американский блогер, который просто решил, он, знаете, он вел давно, еще лет пять назад, и я смотрел его блог, обычный блог про отношения мужчин и женщин. Мне было интересно, потому что он такие советы необычные давал из своего жизненного опыта мужчинам помоложе. Я сидел на его блоге, смотрел все эти его ролики, я даже писал что-то в комментариях, и он мне отвечал, поэтому это немножко для меня личное. Для брака не ищи женщину, с которой ты будешь суперсовместим, не гонись за этой совместимостью, ищи женщину, которая разделит твои жизненные цели. Говорят, что жизнь это путешествие, все правильно. Ты выбираешь, куда идти по жизни, и ты идешь туда. А если человек с тобой хочет идти в другую сторону, что будет? Будет просто катастрофа. Я его, конечно, лично не знал, но знаете, когда ты постоянно смотришь какого-то автора и пишешь ему в комментариях, тебе кажется, что ты с ним как-то так вот близок немножко. Поэтому это для меня немножко личное, когда я узнал, что он умер в украинской тюрьме, я был, конечно, в шоке. За что его туда посадили? Давайте посмотрим и послушаем то, что говорят самые разные западные каналы, новостные, самые разные каналы на ютюбе. Вот, например, вот этот вот. Начнем по порядку. Государственный департамент США подтвердил еще в сентябре, это сентябрь 23-го года, что Гонзала Лира, американский гражданин, находится в украинской тюрьме. С сентября 23-го года. Почему он там находится? Его арестовали, потому что у него были другие взгляды на войну. Подождите, там же демократия. Мы поддерживаем демократию и защищаем демократию. Да, это основная ценность там. Очень интересный кейс. Я не поверю и не могу поверить, что там такое происходит. Что у них там? Какая демократия? Они же говорят, что все там свободно у них. Государственный департамент США также тогда еще, в 23-м году, подтвердил, что американский гражданин Гонзала Лира удерживается в тюрьме за его взгляды на войну в Украине. И он, популярный ютюбер, независимый журналист, был арестован СБУ в мае еще, 23-го года, за то, что он создавал контент, который противоречил их взглядам. И он объяснял, почему эта война была спровоцирована. Он, как они говорили СБУ, он поощрял агрессию России. В общем, они держали его в тюрьме, а потом Лира появился в соцсетях летом 23-го года, в июле, и он сказал, что его отпустили под залог. Он заплатил залог, и он пробует пересечь границу с Венгрией, убежать из Украины он хочет. Вот сделал он такой пост прямо на границе с Венгрией, пытаясь убежать из Украины. Американский гражданин. Еще я что хочу сказать. После трех часов там допросов, один из тюремщиков, он ударил меня. Ударил очень сильно, прямо в грудь. Вот сюда он меня ударил, и он так сильно меня ударил, что остался большой такой синяк. А потом его босс, охранник, подошел к нему и сказал, что не надо так делать. Не надо оставлять следов. Потому что если ты оставляешь следы, то это доказательство побоев. Ну, короче, этот тюремщик, он такой же, как я, который меня бил, который бил. Потом, когда начали разбираться и пытались замять все это дело, он подошел ко мне, и знаете что? Он извинился. Это не его была идея. Ему сказали, сказали это сделать. Он такой же тюремщик, как и я. Понимаете? Не то, что он хотел этого делать, но он должен был это сделать. Ну, короче, я все понимаю. Я понимаю этого тюремщика, потому что вот так все работает там. Я это все вам рассказываю, чтобы вы понимали мою ситуацию. Началось это все, я просто выражал свободно свои мысли. Но потому что есть такая организация, как СБУ, и потому что они сгнили в коррупции, и также вообще вся судебная система в Украине, это полный капец. Я понимаю, что они отправят меня в трудовую колонию. В трудовую колонию. Я умру там. Я умру. Поэтому вот отпустили меня под залог пока, но я решил убежать. Убежать. Попробовать. Попробовать убежать. Пересечь границу с Венгрией. В общем, он хотел пересечь границу, но очевидно, что не получилось у него это сделать. И государственный департамент США также говорит, что мы знаем о задержании мистера Гонзала, и наш департамент воспринимает все это очень серьезно, и мы оказываем определенную поддержку гражданам в такой ситуации. И вот журналист из новостного канала Грейс Зон спрашивает в августе уже 23-го года представителя государственного департамента США спрашивает о Гонзала Лира. Какого хрена? Можно спросить вас о Гонзала Лира. Он удерживается в украинской тюрьме за размещение контента, который якобы дискредитирует украинское правительство и армию. И он даже подвергался возможным пыткам в тюрьме, и пытался он пересечь границу, и не получилось, и никто не знает, где он. Это правда или нет? Вы знаете о его судьбе? Что, как вообще такое возможно? Американский гражданин, журналист, его посадили в украинскую тюрьму, удерживают, может быть, там пытают? Ну, вы же говорите, может быть, пытают, может быть, это правда или нет? Я не могу ничего комментировать, пока не узнаю детали. Следующий вопрос. Я... да не, не, я не знаю ничего. Потом. Пока не знаю. Посмотрите на него. Они все так выглядят, как какие-то вурдалаки. Посмотрите на него. То есть, это какой-то Дракула, что ли? Он вампир какой-то там, или что? Ну, в общем, на сегодня печальные новости пришли. И журналист из того же Грейзон канала говорит, что Гонзало Лира умер, умер в украинской тюрьме. И вот отец его пишет. Я не могу принять то, что мой сын умер в украинской тюрьме, его пытали, его довели до такого. Столько месяцев, и американское посольство ничего не сделало. Ничего. Ответственность за эту трагедию лежит на Зеленском, на этом ужасном Зеленском и на равнодушии Джо Байдена. Это пост уже от Такер Карлсона. Он пишет, что Гонзало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме. Он был там потому, что критиковал Зеленского и правительство Байдена. Он был американский гражданин, но ничего американское посольство не сделало и даже поддерживало его заключение. Отец его предсказывал, что его убьют. Еще один журналист Макс пишет. Его посадили в тюрьму украинцы за то, что он выступал против политики Зеленского по продолжении этой войны. И в Вашингтоне поддержали, по большому счету, это задержание. Еще одно преступление Зеленского и администрации Байдена равнодушной. Все это очень-очень просто выбивает из колеи, потому что я думал, мы поддерживаем демократию в Украине. Мы защищаем демократию. Так нам все говорят. Какая там демократия? Мы обвиняем Россию, что там автократия. Но здесь... Здесь все вообще какая-то диктатура. Фраза есть одна. Не помню, как она точно звучит. Я забыл слова, потому что я в стрессе сейчас, как вы можете понять. Но фраза следующая, что все люди, в принципе, хорошие, но чтобы зло восторжествовало, все, что нужно, чтобы хорошие люди просто молчали и были равнодушны. Не будьте равнодушны к моей судьбе. Я прошу это скромно. Реальная смерть меня ждет. Реальная смерть меня ждет здесь. Если не получится то, что я хочу сделать. Жалко. Очень жалко. Мне кажется, еще, знаете, ну, может быть, просто... Он не был наивный. Он не был наивный. Но мне кажется, он не подумал до конца, что не в Америке он находится. Может быть, он думал, ну, у меня же американский паспорт. Я же американский гражданин. И я же не занимаюсь какой-то такой черной пропагандой. Я просто философствую. Я просто говорю о том, что, ну, не так все однозначно. Не так вот все, как показывает украинская пресса. Может быть, вот это вот так. А может быть, вот так. А может быть, Россия не так все делает, как они говорят, да, со стороны Украины. И вот он все это говорил просто на Ютьюбе. И видите, чем все это закончилось? Демократия. Вся вот эта вот чушь, которая льется с украинских каналов, что мы такая демократия. Они постоянно, посмотрите в Россию. И все эти оппозиционные СМИ. Посмотрите на Россию. Здесь нельзя ни о чем говорить. Я так понимаю, в Украине это там полный террор. Слово я имею в виду. Нельзя ничего сказать против. Никакого противоположного мнения. Нельзя просто говорить. Нельзя. Ну, а тогда... О чем мы вообще говорим? То есть, ребята, у вас получается в Украине полная диктатура. Ты слова не можешь ничего сказать против того, что происходит. А что же вы тогда на Россию смотрите и постоянно пальцем на нас показываете? Что у вас там, у вас там. Да... А что у вас там? Американский гражданин просто умирает в украинской тюрьме. Вот еще один западный канал тоже об этом рассказывает. Получается, мы, как США, позволили этому диктаторскому режиму Зеленского взять и убить нашего гражданина. Я хочу, чтобы люди понимали, это все очень серьезно. Это не только о Гонзала идет речь. Конечно, о нем. Но вопрос более глобальный. Они делают, что хотят. Они убивают журналистов. Они убили Дашу Дугину просто потому, что она им не нравилась. Потом они убили Татарского. Сейчас они убили Гонзала Лира. Они чуть Патрика, тоже иностранного журналиста в Донецке чуть не убили. А наше правительство знает все это. И для них это окей получается. И вот эти параллели проводишь и ужасаешься. И не хочется, чтобы Гонзала вот так умер просто впустую в Украине в какой-то... где Байден и Виктория Нуланд там все поддерживают это. Он был в Харькове какое-то время. Долго там жил в Харькове. Но какая разница? Он мертвый сейчас. Они убили его. Поэтому нужно об этом говорить. Нью-Йорк Таймс и все остальные почему молчат? Никто ничего не говорит. Это очень серьезная вещь. Очень серьезная. Свобода и... Свобода слова убита, по большому счету, в лице Гонзала. Там, в Украине. Я в плане того, что он там говорил, может быть, даже не была фанаткой. Но какая разница? Он мой коллега. Это очень страшное все. И Гонзала, это же не просто какой-то там невидимка. Он вырос в США. А, он в хорошую школу ходил. Он публичный писатель. Он фильмы снимал. Я про то и говорю, что он не какой-то там, какой-то там вообще непонятно кто. Он не звезда, но все равно, все равно, это была публичная личность. Публичная личность, пусть не совсем такая стандартная он личность была, но все равно, все равно, он не достоин так закончить свою жизнь. И не так важны его политические взгляды. Важно то, что украинское правительство убило американского гражданина, американского блогера. А американское правительство знало об этом. Вот в чем вся проблема. Он даже не пророссийский был журналист. Он говорил, я не про Россию, я хочу мира, я за мир. И у него был альтернативный взгляд на конфликт. Недостаточно этого. А украинцы сейчас говорят, ой, он нарушил закон, его отпустили под залог, а он пытался убежать. Какой закон? Какой закон? Там просто взятки на взятках. Идут толпы людей через границу, незаконно убегают. О каком законе вы говорите? У вас нет выборов, вы отменили выборы. Вы забанили все политические партии. Вы все там запрещаете. Какой закон? Если больше не услышите вы от меня ничего, все, кто смотрит это видео, я прошу вас, не молчите, не молчите, поднимите этот вопрос. Обвинения против меня, знаете, в чем заключается? Потому что у меня было другое мнение. Просто немножко другое мнение на этот конфликт. Я никому не сделал никого вреда. И они арестовали меня, потому что они хотели в своих новостях вечерних показать, что они борются с пропагандой. Хотели просто сделать выпуск, как они ловят пропагандистов. Вот почему меня арестовали в начале. А потом начался вот весь этот шум, потому что они поняли, что я твердый орешек. Что со мной не так просто. Так что, знаете, реальную ситуацию, почему так все вышло? Просто, просто у меня было другое мнение, и оно пошло вразрез с их, с их мнением. Вот почему они поместили меня в тюрьму, и если они сейчас снова меня арестуют, я умру в тюрьме. Они все сделали для того, чтобы я умер в тюрьме. Поэтому я прошу вас, кто смотрит, не молчать. Американский государственный департамент знает про меня, знает, где я, знает мою ситуацию, и они знают судьбу, которая меня ожидает. Гонзала Лира стал своего рода такой публичной жертвой. Специально они так сделали. Вывели его. Вот на публику показали все эти процессы, чтобы вы знали, что он там страдает, и в конце его добили. Кто-то скажет, нет, перестань. У него же была болезнь легких. У него самые разные проблемы со здоровьем были, поэтому, ну, это случается. Да нет никакой связи. Нет никакой связи. Да, мы только не говорим, что там были ужасные условия в тюрьме, и говорят, что его мучили там, били. А сейчас, конечно, они говорят, да, ну, так бывает, ситуация такая, потому что он болезни, одно, другое, третье. Ну, так случается. Что тут обсуждать? Давайте. Ну, нет тут никакой связи. Давайте, идите отсюда. Идите отсюда. Они это делают и с другими. Делали с другими известными журналистами, людьми, которые были неугодны. Они публично это делают. Публично устраняют людей. Они хотят, чтобы вы знали. Мы поймали его. Мы поймали его. Поэтому, но, да, конечно, они могли сделать это легко. Просто сделать так, чтобы он исчез. Просто исчез. Где он? Да не знаем. Но нет, они это делают публично, как его арестовывают, все это демонстрируют. Они хотят, чтобы вы знали, что у них сила. Как смеешь ты, спрашивают они тебя, открывают свой рот. Мы миллиардеры, мы делаем то, что мы можем. А там какой-то лох, какой-то блогер, что-то там решил говорить. В этом же не было никакой необходимости с ним расправляться. Зачем? Ну вот специально. И сейчас даже говорить про США. Кто об этом говорит? На каких новостях известных? Нет! О нем даже не говорят. Не говорят. Кто такой Гонзала Лира? Кто знает, тот говорит. Такер Карсон, Илон Маск, спасибо им, они упомянули его. Но все молчат. Кто-то мог бы сказать, подождите, подождите, это же американский гражданин. Они могли бы позвонить с Америки, всяким там, Зеленскому и другим, могли бы сказать всем этим чиновникам, там, местным, не надо ничего делать, это американский гражданин. Не надо. Не трогайте его. Они пальцы не подняли, потому что им плевать. Поэтому он был пример вот этой жертвы, как они расправляются с другими людьми, перед всеми. И позвольте мне кое-что вам сказать. Вот эта фраза, что убей одного, и это будет пример для ста других. Кто-нибудь еще хочет, так как он? Кто-нибудь хочет еще поехать туда, на Украину и открыть свой рот и ноутбук и начать там что-то вещать? Кто-нибудь хочет? Понимаете? Это такой охлаждающий эффект для всех, кто, может быть, хочет тоже так сделать. Кто посмеет говорить противоположное. Говоря про Гонзала, мне нравился его стиль такой, но давайте правде в глаза, он же не был таким известным. Он был в своей нише, своя аудитория у него была, такая средненькая. И он так философствовал, что-то там говорил, потому что есть гораздо более известный, Мир Шаймер, судья Наполитана, Скотт Риттер, подкаст Дюран. Это гораздо, гораздо более мощные такие люди. У них четко так все. Ну, мы сейчас, мы сейчас не об этом. Я не опускаю Гонзала Риры, я просто говорю, что, ну, он не был такой звездой. И проблемы, он такие большие, не причинял никому. Если с американским гражданином так поступили, то что тогда говорить про местных, про местных людей, которые там захотят что-то говорить другое, альтернативное. А я это и думаю, почему все боятся. Я вот недавно записал видео с украинцем, мы общались, он, правда, из Европы, и мы общались на разные темы. И я постоянно говорю, ну вот, кто есть с Украины, давайте пообщаемся на разные темы. И по видео. Люди не хотят, кто-то мне писал, я не хочу светить свое лицо, я не хочу, я не хочу, не дай бог, что-то я не то скажу. Я типа даже вообще вроде против России, но вдруг я что-то не то скажу. И ты оставишь это просто по незнанию в видео, и вся тема будет правильная, но там я что-то, хоть что-то где-то ляпну, когда мне будет капец. Вы представляете? Ну, теперь понятно. Полная диктатура, полное отсутствие свободы слова в Украине. И знаете что, если бы, это мое мнение, если бы Зеленский и другие там были поумнее в работе с такими блогерами и спикерами, они бы сказали ему, слушай, да говори ты, что хочешь. Нам вообще это не интересно. Ты маленький, ты никто. Вот как надо было поступить. Да говори, что хочешь. Нам вообще плевать на тебя. И это не пугает нас. Говори. Вот как нужно было бы сделать. Но они убили его. Убили его перед всеми. Они сделали его такой жертвой. И теперь они заплатят за это. Потому что они даже не понимают, какие волны, какие пульсации, вот такие действия их просто распространяются по обществу и в умы людей, кто думает. По всему миру. Люди понимают, кто стоит за этим, кто ответственен и насколько омерзительны эти люди. Насколько они ненавидят людей. Вы заплатите за это. Так что, ребята, вот такие дела. Поэтому соболезнования семье американского блогера, повторюсь, для меня это немножко личное. Два года я его смотрел. Два года. Постоянно смотрел, как автора канала. Поэтому для меня прямо он такой, ну, очень, можно сказать, знакомый человек. И мне жалко, что он умер в украинской тюрьме. И мне жалко, что об этом никто в украинских новостях не скажет, не выразит соболезнования и не задаст вопрос наверх к себе там. Как же так? Как же так мы поступаем? А вот так. В нашем обществе сегодня многие процессы построены так, что у молодых людей с самого детства вас приучают быть послушными мальчиками. Сначала в детском саду, потом в школе. Многие женщины и учителя, они учат молодых людей быть послушными, уважать власти, всегда говорить да, часто соглашаться, вам говорят, вы делаете. И не важно, какие последствия для вас потом будут. Вам говорят быть послушным, хорошим мальчиком. Так общество управляет вами. Но всегда будут те, кто не будут послушные, хорошие мальчики. Всегда будут плохиши. Как я. Я не хороший мальчик. Я не послушный.